Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме, Олег Пек, Александр Шунин, еще раз всем здравствуйте Доброе утро И мы поговорим, вот как всегда, в последней части нашей программы о делах культурных Проходит фестиваль Art Dog Fest в нашем городе И, конечно, мы хотели бы поговорить о фильмах, которые можно еще успеть посмотреть Потому что фестиваль в самом разгаре Поговорим мы об этом с режиссером, сценаристом, продюсером и членом жюри Алина Рудницкая С нами на прямой связи по Зуму Здравствуйте, доброе утро Доброе утро И прямо в студии у нас режиссер, как вот сказать, проживающий в Париже белорусский режиссер Проживающий под Тулузой Под Тулузой Белорусский режиссер Владимир Козлов Французский режиссер белорусского происхождения Вот, французский режиссер белорусского происхождения Нашли формулировку Владимир Козлов Автор фильма, документального фильма «Кунашир», который как раз-таки сейчас можно посмотреть в рамках фестиваля Можно было посмотреть А, уже все, мы проехали, к сожалению Ну, все равно те, кто успел, посмотрят Я думаю, что кто заинтересуется, будет искать и возможности посмотреть его Начнем, может быть, все-таки с члена жюри и с каких-то вот, поскольку фестиваль уже в таком разгаре Что еще осталось возможным посмотреть, какие картины, на которые можно обратить внимание И, может быть, фильмы, которые на вас произвели самое сильное впечатление, как на члена жюри Алина Здравствуйте, да, еще раз Но я могу судить только о программе, о конкурсной программе «Балтийского фокуса», потому что я была там членом жюри Для меня, конечно, в первую очередь было очень интересно посмотреть, что делают коллеги там из стран Балтии И фильм получил вот у нас гран-при И это фильм «Прыжок» литовского режиссера Гедри Жицкидце Это о том, как моряк перепрыгнул на американское судно И что вот с ним получилось в итоге Я смотрел эту картину, совершенно такой триллер, можно сказать Это действительно, это не просто документальный фильм Это история, которая была в свое время даже экранизирована Был американский голливудский фильм снят по этим мотивам Но здесь мы видим вот реального человека И самое поразительное, что это воспроизводится Он вспоминает на том самом буквально судне, на котором он, по-моему, перепрыгнул Там он стоит и вспоминает, как это все происходило То есть это действительно, ну вот, производит очень сильное впечатление Да, это, конечно, потрясающая такая мощная работа В плане работы с архивами, работы с героем То есть то, что он такой еще человек оказался И какой ты жизнерадостный, и как герой, в общем-то, очень интересный То есть фильм завораживает, я не знаю, сколько он минут 90 минут пролетает на одном дыхании То есть это не то, что игровой фильм, да, ты посмотришь А даже не, ну как бы даже не представить, что можно снять вот такой документальный фильм Про такого человека И так это сделать мастерски В общем, вот, в общем, очень рекомендую Его, кстати, можно, ну он появился, по-моему, в каких-то, те, кто подписаны на наши телевизионные каналы Есть архив фильмов, и в этом архиве он находится То есть вот, ну его можно поискать, и он доступен для просмотра, в том числе на домашнем телевидении Какие-то еще рекомендации, Алина? Ну, вот еще такой вот фильм «Сердечный круг» — это Маргит Лилак Фильм, в общем, это был фильм о том, как объединились люди в коммуну И как вот они там живут, про их взаимоотношения Как вот все, в общем-то, не просто Как казалось бы, такая идея всем жить вместе по интересам Как это не просто складывается И герой был погружен вот в эту вот коммуну И очень подробно как-то исследовал там их отношения То есть тоже вот картина производит впечатление Но я могу сказать, что можно идти смотреть любую картину Потому что Ардук-фестиваль — это вообще считается один из самых лучших фестивалей И люди скрупулезные, очень, я не знаю Это тоже сложнейшая работа, как они из миллионов фильмов вытаскивают просто бриллианты Поэтому все фильмы хорошие, просто отличные Можно сказать, что один лучше другого Поэтому смело можно идти на любой фильм Как принимали вашу картину, Кунашер, зрители? Спрашиваем уже Владимира Козлова Принимали очень хорошо, хотя, как бы сказать Нас немного, но мы в тельняшках Было человек 15 на просмотре Потому что было воскресенье, 15-30 Но все, кто смотрел, все задавали вопросы Мы беседовали еще после окончания фильма И реакция была очень такой насыщенной, интересной Может быть, несколько слов, действительно Потому что это ведь картина невероятно такая Я бы сказал, ну, очень провокационная в смысле того, что вы без Правда, историческая правда, она всегда неудобна обеим сторонам И я понимаю, что это вот самый деликатный момент Курильских Одного Курильского острова, который был оккупирован Советским Союзом в 45-м году По итогам Второй мировой войны Ну, я просто даю, как бы, по понятию для тех, кто слушает и не в курсе Вот как появилась идея снять эту картину? Как вы ее снимали? С кеми трудностями могли столкнуться? Это будет очень долго Вы знаете Это началось в 12-м году Мой знакомый Барт, такой Михаил Володин Он был на Кунашире и привез оттуда фотографии Написал небольшой эссе Я прочел и узнал о том, как была уничтожена и стерта полностью японская культура Тракторами, бульдозерами Но, тем не менее, старые японские дороги остались Ими еще можно пользоваться А дорогу от аэропорта до Южно-Курильска до сих пор не могут построить А строят ее 7 лет Может, сейчас построили, я не знаю Я снимал только через 5 лет И вот я сделал свое собственное расследование до Курильской проблемы Которое меня поразило И поразило больше всего не только уничтожение японской цивилизации Но и осквернение японских кладбищ То есть все пошло под зачистку, под ноль И камни с кладбища То есть самое святое, что есть у человека Это домашний альбом и кладбище Все это было уничтожно А домашние альбомы депортированным не разрешали брать с собой Только 20 килограмм щетка, мыла, необходимое И вот вся память о предках, о родственниках, она вся осталась... Она осталась... Ну, большинство могильных камней остались лежать под водой озера Глухое Есть там такое Мои герои вытащили несколько, поскольку они очень весомые И пытались восстановить японское кладбище на месте уничтоженного Это есть этот эпизод в фильме Но в основном японцев, которые приезжают по безвизовому обмену с Хоккайдо на Курилы И курильчане тоже имеют право без визы ездить в Японию на Хоккайдо Что же я потерял мысль? Ну вот эти японцы, которые приезжают, они могут без визы приезжать? Да-да, только вот им показывают кладбище, сделанное, театральное кладбище То есть собирают с разных сторон камни, выбрали какой-то участок земли И они ходят туда и поклоняются Но это не настоящее кладбище Это театр в каком-то смысле А на настоящее кладбище их не возят То есть такая драматичная Но с другой стороны, я понимаю, что и фильм напоминает И о преступлениях, которые совершались со стороны Японии тоже То есть и гибель военнослужащих советских, над которыми ставили опыты Там тоже упоминается Но это в другой части В другой части земли Ну не земли, материка Значит, какие сложности были, у меня спрашивают Сложностей было очень много Ну, во-первых, я был эксклюзивным Исполнительным продюсером и режиссером И я с собой носил 15 тысяч евро здесь А 15 тысяч евро носить, это очень тяжело Я не мог просто заниматься моей прямой работой Потому что я должен с ними ходить повсюду И в туалеты, и в душ, и куда угодно Я думал, что там нету этого дистрибьютора Где можно деньги снять И кажется, это было Не зачем это все было делать Вот Ну, самая главная проблема была у нас Ну, мы приехали, представились Да, снимал я с Владивостовской фильм-комиссии У меня был оператор Глеб Телешов, который работал И в художественном кино тоже Во французском С асангом такой есть Панк-режиссер Вот И звукооператором тоже оттуда Это потому, что И французов туда не пустили бы Это закрытая зона Это пограничная Контроль Мы три месяца ждали разрешения ФСБ на съемки А могли отказать Это бы все полетело бы Хотя и деньги были же на съемки Но нам разрешили И первое, что мы сделали Мы представились ФСБ Мы представились Погранотряду Пограничникам И мэрии И начали снимать Все было тихо, хорошо И первый съемочный день Немножко омрачился Вот в чем Я снимал эпизод Моего героя Он рассказывает То, что думает о гурилах Что без Японии Они захереют Что там нет не строительства Там только одни казахи работают Ну и так далее И какой-то мальчик В спортивном костюме Такой худенький совершенно С спортивным велосипедом Встал сзади и смотрит Ну смотрит мальчик Смотрит Для меня мальчик Закончили мы съемки Мальчик подходит Показывает корочку Начальник Погранзаставы Головино Такой-то Сразу стало плохо Вот Почему снимаем Антироссийский фильм Первый съемочный день Подумал Господи Отнимут все Заберут В лучшем случае Вышлют Не знаю И этого мальчика Я уговаривал Уговаривал Что не курилы Никому никогда Не отдадут Что мы снимаем Где-то для Владивостока Слова Франции Больше не было Никакой Франции Такая Франция В 2013 году Можно было говорить О Франции А в 2018 Уже не надо Говорить о Франции Я боялся Все 4 недели Что придут На обыск Заберут компьютер Или что-нибудь такое Мы прятали Эти жесткие диски Повсюду Где можно Даже у героя Прятали Чтобы не забрали информацию Вот Это такая нервная Была очень работа Вплоть до того Когда в Москву Уже прилетел Тогда уже полегче Не стало А так и в Союжно-Сахалинске Во Владивостоке И это все Несмотря на Официальное разрешение ФСБ Да Мы же были в курсе Все прочел Сценарий тоже читали Какой сценарий Россия Значит Рассказ О современной России Через остров Кунашир Вот такой сценарий И вам Для кого Для Владивостока Все Больше ничего говорить Личного не надо Это раньше В 2013 году Я рассказывал Из Франции То есть Даже была Эта самая заметка В газете И мне на радио Вызывали В Южно-Сахалинске Рассказывать А сейчас не надо Об этом говорить Но судьба этого фильма Дальше вот какая Сложилась Он показывался Или в России В России Его показал Единственный Hard Dog Fest Вот Больше Больше ни один фестиваль Его не взял Не то что не взял Он даже мне не ответил Даже не написали Там не сказали Ничего Потому что Я снимал Своё собственное Расследование Оно не совпадает С генеральной Линией партии Вот Поэтому Хотя Я не собирался Снимать Там фильм Про-японский Или про-российский Я хотел просто Снять свой фильм Как я вижу Эту проблему Вот И видимо Мой взгляд Не очень Мои Глаза Не очень понравились Отборщикам фестиваля Хотя мы снимали Совместно С Владивостокской Филипкомиссией То есть Я Предлагал Российским фестивалям Которые берут Российские фильмы Нет Один Hard Dog Fest Взял Больше никто А японцы как отреагировали? Они видели? А японцы отреагировали Ну вот На это На Hard Dog Fest Пришел NHK Пришли японцы В основном Торчек 30 Пришло Вот Сразу же Репортаж Сделали Статьи На японском И на русском И после этого Было предложение Японского Продюсера Не продюсера А дистрибьютора Который закупил Фильм И он будет Показан в Японии В кинотеатрах Пока что 20 копиях Начиная с декабря Японцев Это интересует Россию Это не интересует Поскольку Нет проблемы Для них никакой Для японцев Она существует А Европа Франция Та же самая Вот Франция Единственная страна Которая интересовалась Фильмом Ну не единственная Был Краковский фестиваль Сейчас я В Афины Лещу еще Были фестивали Около 15 фестивалей Не так уж и много Вообще проблема Это Ну она не очень Модная Современная И 76 лет Вот И Как-то Не очень Интересовались Фестивали Этим фильмом И большинство Фестивалей Крупных Фестивалей Как Фестиваль Например В Биорице Или В Ля Рошель Или вот Я получил Гран-при Все-таки Я получил Гран-при На фестивале В Клермонт-Феррани Трас-Деви Называется Фестиваль Такой Документального Кино Я получил Гран-при Спасибо Им большое Жюри Как-то Мне легче Стало И еще Было Заметили На фестивале Русского Документального Кино В Нью-Йорке Бест Синематографии Было Был отмечен Фильм Диплом Вот А так Я ждал Большего Я ждал Большего Но пока Еще не все Кончено Но Но я понимаю Что тема Будет продолжена Да Следующим Фильмом Немура Да Немура Я собираюсь Поехать Начиная С марта 20-го года И с марта 20-го года Япония Закрыта И когда Откроют Ее неизвестно Скорее всего В этом году Ее не откроют Поэтому я Готовлю Досье Черпая Все Все мои Какие-то Познания Об этом городе О людях Через интернет Поскольку я общаюсь С ними Я уже нашел Персонажей Которые говорят По-русски Японцы Потому что Там многие говорят По-русски Это все-таки 16 километров До Кунашира Вот И Я готовлю его Я готовлю Буду подавать Все-таки На На написание Сценария И В чем Суперидея Сравнить Две Географические Точки Это Это Та же Проблема Со стороны Японии Это Зеркальная Проблема Потому что Я знаю Как на нее Регируют Русские Ну это Есть В фильме Но Фильм Нет Ни Одного Японца Нам Не Повезло Японцы В это Время Не Приезжали А бюджет Фильма Был Очень Маленький Я могу Сказать 74 тысячи Евро 74 тысячи Евро И мы Снимали На краю Света То есть Было 5 Самолетов Из Тулуза Чтобы Долететь Вот И Мы Щерпали Практически Все Деньги Во время Первых Съемок И Второй Раз Чем Отличаются Летучие Мыши Из Кунашира От Летучих Мышей От Хоккайдо Была Такая Очень Большой Доклад В конце Концов Они Ничем Не Отличаются Вот Это И Мы Начали Снимать Мы Начали Снимать Эти Хорнитолог И Нас Тут Застопорили Простите Бугарат Но Это Действительно Очень Сможно Не Хотелось Подвести Какую Политическую Базу А Вот Из-за Семидесяти Трех Лет Проведенных Значит Вот Кунашири Наши Летучие Мыши Приобрели Другой Разрез Глаз Например Или Другой Характер Они Чем Не Отличаются Так Что С Немурой Вы Говорите Зеркальная Проблема Зеркальная Проблема Значит Мы Начали Мы Сняли Немурочки Японцев Мне Нужно Было Японцев Фильмы Приезд Японцев Как Как Они На Могилы Поклоняются У них Очень Культ Такой Старый Очень Почитаемый Но Этого Я не Сделал Приезжали Орнитологи Говорили Про Мышей Я Хотел Снимать Орнитологов Ну Хоть Какие Японцы И то Хорошо Но Они Не Ходили На Могилы Меня Не Пустили К ним Они Приехали Березинский Они Приехали В Кунаширский Заповедник И Меня Сказали Мне так Директор Заповедника За вами Сейчас Наблюдают Наши Органы Орнитологи Вам Лучше Этого Не делать Не надо Но Это еще Не все С японской Сороны Тоже Есть Секретный Агент В этой И Это вторая Причина Почему вам Снимать Не надо Вот Мы Сняли Этот Доклад Про Мышей Мы Сняли Встречи Японцев И на этом Все закончилось Получается Для художественного Фильма Можно было бы Взять Казахов Одеть Японцев И Отснять Эту Сцену Показать Но Для документального Это Почему У меня Фильм Есть Казах Который Представляет Японский Гарнизон В хронике И там Объясняет Военный Что он Выбрал Потому что Он очень Был Похож Но Он Офицер Советский Армии Так Есть Казаки После Второй Мировой Войны После Завершения Вся Эта История Ну Тогда Можно По крайней Мере Понять Если не Принять Это Отношение До Основания А Затем Все Это Выкорчевать И Могилы И Семейные Фотоальбомы И так Далее Сейчас По прошествии Времени Меняется Отношение Местных Жителей К Даже Не Своим Корням К тому Что Там Было До Ну В определенных Пределах В общем Доходило до Абсурда Например Пекарню Японскую То есть Японские Крематории Переделали В пекарню И пекли Прекрасные Хлеба На Кунашире А Вот Этого Самые Камни Могильные Сложили Базисом Этим Фонда Съем Как Говорится Для Для Домов То есть Использовали Как Угодно Сейчас Ну В рамках Безвизовых Обменов Конечно Есть Какие-то Культурные Обмены Там Они Показывают Там Зюдо Показывают Свои Кимоно И так Далее Ну Там Шаг Вправо Шаг Влево Этого Нету Они Живут В доме Русско Японской Дружбы Которую Построили Тоже Японцы Вот Это Протекает Три Дня И Проходит Все Время Одно И Тоже Им Разрешают Подняться Кладбище Но Я И не Видел Я Думаю Что Им Разрешают Подняться Да Потому Что Все Японские Кладбище На Высоте Вот Как раз Кладбище Которое Сделано Под Кладбище Японское Но Не На Высоте Им Разрешают Посмотреть Оттенок Лингвистический Придает На Высоте Не На Оказалось У нас Очень мало Времени Я хотел Спросить Еще Алину Спросить О возможностях Получилось так Что Владимир Козлов Жаловался На то Что Действительно Фильмы Часто Обидно Создателям Картины Когда Имеет Не очень Большую Аудиторию Какие Есть Возможности Все-таки Показать Картину Привлечь Зрителю Объяснить Зрителю Вот Эта прелесть Документального Кино Это конечно Сложный вопрос В общем Документальным Кино Интересуется Не так Много Людей Но Мне кажется Сейчас Оно становится Популярнее Популярнее И Как-то Кинотеатры Стали брать В прокаты Вот как Владимир Говорит Вот Еще Существует Канал Натальящее Время Это Канал Который Вот и Поддерживает Ардог Фест И Показывает Русское Российское Документальное Кино И Последние Лучшие Фильмы Где можно Посмотреть Документальные Фильмы Тоже Ну что же Спасибо огромное Нам показывают Что к сожалению Время закончилось Салина Рудницкая Владимир Козлов Сардук Феста В нашей студии Побывали И Еще Фестиваль Продолжается Несмотря на то Что уже Некоторые Программы Завершились Но Что-то Еще Можно Успеть Посмотреть Следите Обязательно За афишами Мы говорим Огромное Спасибо Нашим Гостям И Всего Доброго До свидания До свидания Надлывание С городом